Здравствуйте, в эфире новостей ТВК, большой репортаж в студии Евгения Змановская. Работодатель имеет большие преимущества над своим подчиненным, но часто начальник перегибает палку, чтобы избавиться от неугодного подчиненного. Издает приказы лишить премии, сделать выговор, уволить. Но часто он забывает, что кроме его личного мнения и желания есть еще и закон. О хитростях и уловках, на которые идет работодатель, и о том, как борются с несправедливостью работники, и смотрим сейчас об этом большой репортаж экономные работники. Сантехники, официанты, промоутеры, разнорабочие и другие сотрудники частных фирм больше всех подвержены обману со стороны работодателей. И к этому уже привыкли многие. Такая же ситуация в государственных муниципальных учреждениях, хотя, казалось бы, там должно быть все строго по закону. К работе относилась душой. Ведь сюда приходят люди не просто так, а которые любят детей. Уволили незаконно. Почему уволили, до сих пор неизвестно. Несколько человек было оформлено по одному договору. После разногласий с начальством воспитательница Каннского интерната стала ненужным сотрудником. Елену уволили. За что и почему объяснять не стали. Отправили в суд. И, как оказалось, работодатель сделал только хуже себе. Воспитательницу через суд восстановили на работу. А во время проверки документов оказалось, что в муниципальном учреждении интернате бардак самыми важными документами – трудовыми договорами. Срочный трудовой договор на замещение времени отсутствующего работника Иванова. Вот он, дата. Подписание идет по датам. Все прописано. Все проверено, все подписано. В суде на процессе уже выяснил, что человек был вообще взят. Время отпуска. Другая фамилия. Да, совершенно другого человека взяли. Совершенно другого человека. Алексей не адвокат, лишь немного разбирается в юридических вопросах. И этого хватило, чтобы доказать в суде незаконность увольнения. Елена и Алексей первые решились пойти против руководства судиться. Глядя на них, в суд отстоять свои права пришли и другие сотрудники этого интерната. Вот с нами еще три исковых заявления в суд было. Два удовлетворили, третий еще в процессе. Другие, скорее всего, просто побаиваются, что директор сам по себе человек своеобразный. Своеобразный. Ну что, женский коллектив, что можно напугать? Городок маленький, работу потерял, ты ее не найдешь. Мы просили руководителя объяснить, почему в его учреждении нарушаются права сотрудников. Ну вот тут своим рядом с забором приюта и интерната. Может, вы все-таки выйдете с нами, пообщаетесь? Для каких целей-то? Ну все для тех же ситуацию разъяснить, почему через суд у вас люди восстанавливаются, работники. Я же не скажу, что этого нет, у меня рабочий день закончил, я не пойду домой, а я могу не встретиться с вами. А через сколько вы домой пойдете? Ну я не знаю, у меня рабочий день по договору ненормированный. Я могу пойти в 10 часов, а в 12 ночи прийти. Ну то есть вас здесь не стоит ждать, да? Вы к нам не будете? Ну сейчас я не знаю, подождите по строке, почему? Если у вас есть желание, подождите. До 10 вечера? Я пока на рабочем месте, я работаю, и когда я такой саморабочий день с человеком, просто не знаю. Пока не выполним, будет объем в работу, я не пойду домой. Ну ладно, мы часа... Если есть такое желание, подождите, я в целом среди всего дня не буду. Мы часа, через два, через три. Часа два постоим, если замерзем, уж уйдем. Спасибо вам, до свидания. Ну руководитель Александр Постников, кстати, в прошлом заместитель начальника по воспитательной работе Каннской колонии. Видимо, решил поступить с нами так же, как с неугодными ему сотрудниками. Избавиться, убрать с глаз долой. Он вызвал охрану. Вы откуда? Мы с Красноярска. А что вы снимаете? Здание. Здание? То есть, что-то директор... Что, говорит, снимают здесь? Здание. Ну, березы еще. Мы, в принципе, его ждем, он знает, что мы его ждем. Почему-то у вас, Паша, кто такие, кто тебя не слушает. Я вот только что с ним разговаривала по телефону. Я сказала, чтобы он нам вышел, чтобы, говорю, мы стоим около вашего забора, ждем вас. Он говорит, ну подождите, часа до десяти я, возможно, выйду. Вот мы ждем, уже замерзет, правда? Ну, понятно. А он нас вызвал. Ну, нас вызвал. И лишь по телефону он признался, что все делает правильно. Это его сотрудники поступают плохо. Ходить в прокурату, писать жалобы на меня, либо в суд ходить на меня, как-то жаловаться. Я не запрещаю. Пожалуйста, пусть ходят. В Роспотребнадзор писать, в пожарную охрану писать, там, на телевидение и все остальное. Это подло, я считаю. Понимаете, да? Это подло. Обратиться к журналистам, это подло? Подло, конечно, подло. Все, на бирже труда, вот я сейчас официально безработная. Ирину и еще 10 преподавателей физкультуры Аграрного университета сначала понизили в должности, а потом избавились от них. Преподаватели, которые имели высокий 13-й разряд по решению руководства Аграрного университета, стали тьютерами, по сути, помощниками преподавателя. Большинство из тех, кто лишился работы, иногда позволяли себе попросить сделать ремонт в спортзале или купить, например, мячи для волейбола. Мы, значит, поверили своему руководителю Лиде Николаевне Калининой, наша заведующая была, написали. И, значит, она нам говорила, что это временно, и через полгода мы снова восстановимся. Нас сократили с формулировкой сокращение штатов, и в первую очередь сократили ниже стоящие должности, то есть тьютеры. То есть я проработала в 15 лет, а в общей ставке у меня 30 лет, дипломировала специалист, факультет физоспитания у меня университета. Я осталась сейчас без работы в любой школе, в любом вузе. Меня спрашивают, какова же ваша должность и какова ваша квалификация. Я открываю, то есть у меня сейчас практически 8-й разряд, а был 13-й, когда старший преподаватель был, был 13-й. То есть вот фактически меня лишили диплома. Сколько мы поднимали тему переаттестации или повышения, значит, вот этого статуса тьютера, нам отказывали, хотя мы писали заявление и приносили в отдел кадров и непосредственному нашему заведующему кафедры. У нас за 8 лет, вот что я отработал, не было ни одного открытого урока, у нас не было аттестационной, нас не аттестовали. Я прихожу, мне говорят, аттестации у вас нету, категории. Разряд у вас, мы не можем дать тьютеру разряд. У вас тут ничего не указано. То есть нас лишили всего, и образовательного диплома, и рабочего. И теперь безработные преподаватели, хотя нет, тьютеры с 15-летним стажем, которые приносили в копилку аграрного университета призовые места, медали и кубки за спортивные достижения, обивают пороги, доказывая, что когда-то они были преподавателями. Сейчас они судятся с бывшим работодателем. Кстати, объяснить, почему так поступили с преподавателями в аграрном университете, отказались, не посчитали нужным, ведь они начальники. Мы ждем неделю. Как поступить с преподавателями руководства аграрного университета смогло, а открыто сказать об этом начальники, видимо, стесняются. Чаще всего работник сам виноват, что с ним поступает так же, как с героями нашего сюжета. Конечно же, ведь работодатель лучше осведомлен в трудовом законодательстве и знает его слабые места. Не будет же он сам заставлять своего подчиненного изучать свои права. Самые частые уловки, на которые идет работодатель. Долгий испытательный срок. Работник трудится три недели бесплатно, а потом его увольняют. Обратите на это пристальное внимание. Если с вами заключили не трудовой договор, а гражданско-правовой договор. Здесь, по сути, получается, вы просто так договорились между собой и записали это на бумаге. Трудовой договор прописан по закону. Здесь и соцпакет полагается. И просто так не уволить. Двойная бухгалтерия. Работодатель экономит на налогах, а сотрудник получит небольшую пенсию. Если вас напугали штрафами, сразу в трудовую инспекцию. Работодатель не имеет права вас штрафовать, только лишить премии. Продолжение через несколько минут. Увидимся. Экономия. То есть, чем больше сэкономил, тем больше получил работодатель. Жажда наживы. Работодатели бывают разные. Хорошие, не очень хорошие, плохие. Коллективно защищаться всегда проще. Поэтому, естественно, что интересы лиц наемного труда защищают профессиональные союзы. Но если они профсоюзам не слишком доверяют, в этом случае работники сами могут организовать органы по защите их прав. По информации инспекции труда, сейчас в Костноярске тех, кого в любой момент может обмануть работодатель больше 100 тысяч человек. С этими людьми не заключен договор, а значит, их могут выгнать в любой момент, не выдав зарплаты. Нарушений со стороны работодателя стало в три раза больше, чем раньше. Возможно, начальникам руки развязал федеральный закон. Теперь проверку трудовая инспекция проводит один раз в три года. А раньше контролировать соблюдение трудового законодательства в фирмах можно было хоть каждый день. Мне так Саша Мастера говорил, что мы не дождемся, когда вас вынесут из цеха в белых тапочках. Это рабочие заводы цветных металлов. Каждый из них отработал здесь больше 20 лет, в основном в горячих цехах. Некоторые уже ушли на пенсию и только при увольнении узнали, что могли уйти в отпуск во время работы дополнительно еще на целых 100 дней. А руководство завода, как они уверяют, умолчало. Теперь работники просят возместить неиспользованный отпуск деньгами. Представители профсоюза уверены, правда на стороне рабочих. 14 сотрудников, цвет мета которым не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск, подали в суд и выиграли. Когда об этом узнали остальные рабочие, тоже пошли в суд. Ну, 124-132 дня. И нам говорят, вы должны простить заводу. Но нам чужого не надо. А дайте нам наше, что рабочие говорят. Но многие боятся. Просто к тому, что начинается притеснение. Лишение премий, может быть. Не повышение разрядов. Ну, обидно. Обидно, поскольку работа тяжелая, условия труда очень тяжелые. Для цвет мета это, по-моему, мизерная сумма. А для меня это очень большая сумма. У меня семейные проблемы материальные. Меня бы это спасло. Но, увы, спасаюсь сама, как могу. Судиться с администрацией нельзя. И отставить свои права тоже нельзя. Иначе это будет хуже. Вот этим мне и коснулось. И у нас вот в заводе было ветераны, запишутся в ветеранский у нас клуб. И у нас раз в год платят едино-годичное пособие. Я занесена в черный список. Мне его не дают. После массовых обращений работников в цвет мета решения суда перестали быть в пользу сотрудников. Суд посчитал, что завод ничего не должен людям. Несмотря, например, на официальные документы Федеральной службы занятости. В силу различных причин работники имеют неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие периоды. При этом за ними сохраняется право на использование всех полагающихся ежегодных оплачиваемых отпусков. Работодатель обязан предоставить работнику неиспользованный им ежегодный отпуск в срок, определяемый с соглашением между работником и работодателем. Постановление Министерства труда Российской Федерации. Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным отпуском. Не допускается замена денежной компенсации ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Выплаты допустимы при увольнении. А это официальное заявление чиновника Министерства труда и социального развития, замминистра Александра Сафонова. На вопрос, сгорят ли неиспользованные отпуска, он ответил так. Не сгорят. Сейчас в российском законодательстве нет ограничений по срокам накопления и отгуливания отпусков. В администрации завода признаются, что действительно сроки отпусков были занижены. Но это делалось во благо всех сотрудников завода. Работодатель исходит из той позиции, что прибыль это тот общий котел, из которого пользуются все работники. Если удовлетворять сейчас требования от части тех работников, безусловно, это скажется на имущественном положении тех работников, которые сейчас для акционерного общества зарабатывают основную прибыль. Если сейчас руководство завода все-таки выдаст всем работникам компенсацию за неиспользованный отпуск, то завод потеряет годовой бюджет в 300 миллионов рублей. А эти деньги заложены на другие социальные программы, например, на квартиры заводчанам, путевки на курорты, санатории, медицинское обслуживание. Вот если это все суммировать, так сказать, в разрезе конкретного человека, то я думаю, что он бы потерял больше, чем выиграл бы от этих 6 или 10 дней отпуска, скажем, в текущем каком-то периоде. Кстати, при увольнении руководство завода дарит работнику примерно 100 тысяч рублей. И получается, что и работодатель в чем-то прав, и рабочий горячего цеха тоже имеет право на компенсацию. Кто же все-таки прав? Как быть, решает суд. Как говорится о бизнес, ничего личного. А если бы вы были начальником, вы бы стали разъяснять права своему подчиненному, который, собственно, этим не очень-то сами интересуется. Знайте свои права и будете всегда правы. С вами была Евгения Змановская. На этом все. Следующий большой репортаж смотрите ровно через неделю. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова